На мой взгляд, безусловно, ситуация политизирована. Наши зарубежные коллеги всячески пытаются давить на Россию. Не секрет, что мы находимся сейчас в состоянии информационной войны. А безусловно, спорт является одним из достижений любого государства, который показывает, насколько наше государство сильно. И посредством нашли уязвимые места и начали, собственно, с нами биться. Безусловно, ребята в основной своей массе, никто никакой допинг не принимал. Они не виноваты. Просто сейчас на них всячески наши зарубежные коллеги пытаются оказывать давление. Безусловно, что если мы говорим про ИАФ, например, то руководство данной организации по-хорошему должно было уйти в отставку после подобных скандалов. Потому что это явная дискриминация по отношению к нашим спортсменам. Они проверяют и не пытаются отобрать медали у граждан других государств в данном случае. ИАФ все свои цели, все свои силы сосредоточили на том, чтобы именно россиян забрать у нас медали, пересмотреть итоги Олимпиады, показать, что мы такие нечестные, какие-то такие вещи, они, безусловно, крайне некрасивы. И, конечно, наши западные коллеги должны были бы посмотреть с другой стороны и не вести себя неспортивно. В основной своей массе это абсолютно необоснованные претензии. И, опять же говорю, с огромным количеством процессуальных нарушений. То есть, в частности, для того, чтобы вскрыть любую пробу, они должны были заранее уведомить спортсменов. Не уведомляя, они вскрыли пробы, которые уже были до этого вскрыты, и где не было обнаружено никаких запрещенных препаратов. И они говорят о том, что теперь они здесь появились. Как такое может произойти? Как минимум это странно. Что произошло за 8 лет, мы говорить не можем. И, на мой взгляд, претензии к олимпийским чемпионам 2008 года, ну, это как минимум выглядит странно по отношению к сложившейся ситуации. Безусловно, мы все должны объединиться. Юристы, эксперты профильные в области, как показают гематологи, так и, соответственно, в области спортивной медицины. Мы должны давать максимальный дать отпор, максимальное количество отстоять наших ребят, ни в коем случае не пускать их в расход. Наша задача – это, собственно, защитить наибольшее количество наших спортсменов, тем самым показав, что мы действительно честные и правильные граждане. Ну, и, естественно, привлекать к этой ситуации максимальное внимание со стороны, в том числе, западного народа. То есть, вот западные средства массовой информации, если будут транслировать информацию и говорить о тех нарушениях, которые существуют, люди будут смотреть, я думаю, что будут опасаться многие зарубежные чиновники себя вести так неспортивно и нечестно по отношению к нам. По сути, до этого отстраняли, например, немецкую, ну, Германию, да, времен Великой Отечественной войны. Их там не допускали после, значит, в 1946 году не допускали к Олимпийским играм, но по объективным причинам, потому что там были нацисты, да, и точно так же сейчас отстранили нашу сборную. То есть, вы понимаете, нас сейчас приравнивают к каким-то фашистскому режиму, я не знаю. Нас пытаются сравнивать, да, российских спортсменов с, соответственно, совсем, наверное, мировым злом. Это неправильная позиция. И, конечно, руководство Олимпийского комитета должно принять правильное решение.